сейчас будет ураганный ветер снять фильм так чтобы его услышали не знаю ну попробуем привезена земля отличная земля мне очень понравилась она гранулирована видеть вот такая она должна быть вот ее же сергей задает в горшки а потом садится в них прямо привет андрея фильм снимаю я сколько раз говорил тебя бы в тимирязевку качестве главного привальщика поехал бы а за 100 тысяч в месяц за 200 до сибирьков так просто не сманить ладно итак посмотрели на эту землю ну перегон питомники все таки обесцеживается а я подчеркиваю что у меня сад взрослый является экстремальным а значит перегоня в нем не было лет 30 ну иногда золы из печки куда-то надо девать я вот осталось не востребовано в этом году андрей ты закончил эти пересаживать абрикосы до кончил вот интересно получилось тоненькие 90 процентов из них да больше на прививку не годятся вот этот годится а вот 10 не годятся вот тут годится 20 не годятся вот и пусть еще годик просто зато уже к это гарантия замерзнуть и один не замерзнет погибнуть и один не погибнет а вот то что уже есть это лучше чем еще один год садить еще неизвестно как зайдут посмотрели полюбовались ну часть сада начинает тебе не так часть питомника вытесняется он видите это герка это и сам не знаю чё садил дальше пошли культурный абрикос их судьба была такая купят слава богу не купят оставляем навсегда какой счастье что ставлю навсегда корол королевский вот они какие красавцы всего-то раз-два-три вот так идем дальше ну смеяться только квинти канадский сорт шикарнейший месяц назад как закончился и вдруг висит себе ну пусть висит только что это плод случайный почти на самом деле они 200-граммовые вот фонарик я спросил сергея почему не поливаешь почему не вырубаешь вот фонарики вот эти действительно такие они есть вдруг услышал от него это память о друге все 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 пускай растет сейчас прочтем что же сергей садил молодец хороший ученик получился помню что груша позднее а дальше второе слово второе слово нет между ногами считаю так что у меня с головой со зрением а дикавская дикавская предслова элита что ли а нет просто дикавская земли царь и обратите внимание она упала возможно все равно сегодня же 23 октября для сибири поздно а вот она смотрите сейчас уберу упадет нет она как бы сидит нет вот уже висит убрал я потянул вниз нет уже висит значит действительно не обманули спасибо так посмотрели но больше плодов тут я увижу поближе я далеко это не хочу сейчас я надо бы быстрее потому что ураган идет вот он уже близко уже по телевизору по всем каналам предупредили итак королевский абрикос ну оставшиеся листья давайте поднимем вот эти листья потом надо положить на место ну поняли да самый крупный выбрал вот самый крупный а теперь смотрим на манджурцы тут тоже была прививка вон там пень сейчас покажу но посмотрите манджурца листья как минимум не не меньше так и к чему это все говорю у меня есть до сих пор в архиве статья крупнейшего абрикосовода у нас их стране всегда было мало абрикосы относятся к бесперспективным культурах но некоторые достигли успеха почему я не говорю фамилию неудобно потому что он взял статье и нарисовал ну то есть там было нет это была просто черно-белая фотография там было так если допустим там культурный абрикосы вот допустим вот такой лист да а рядом сейчас еще мельче найду мельче 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 просто а рядом был вот такой вот изображен вот такой вот лист вот такой и написано вот что это манджурец вот так было в его статье но посмотрите что дело с манджурцем вегетативное влияние привык это ведь вегетативное влияние это распространение с помощью вегетации вот а не не опыление не сеется в обращении вот получилось так что отныне и навсегда вот как говорил вот вот железо упразднил понятие сорта да отныне и навсегда больше сортов абрикосов чистых не будет вот середнячки как то знаете когда во всем матовьем саду питомники середнячки есть какая-то надежда на то что они вырастут и дадут хоть какие-то усредненные качества например 30 граммов плоды простойкость до 300 градусов это что-то среднее между манджурцами роскошными королевскими баями и так далее а кстати вон же я буду до сих пор еще висят ну и пусть висят вот сало как сало давайте а кстати это ледушка смотри-ка чуть ли не зимний солнце оказался но иди красота какая чуть ли не зимний солнце почему до сих пор висят а еще бы им не висеть то теплое длинное дождливое лето и вот мы еще один вот это был почему он был Сергей пытается от таких избавиться а вот постепенно убирает видите потому что якобы заслоняет вот он солнце оттуда запада полде он якобы здесь грядки или как-то школка убирал убирал чем кончилось он опять искренне пошел дальше он просто на нем махнул рукой вот смотрите сюда что это было какой сорт а кстати ё-моё вылитая фаина и вот это и есть самое главное чудеса на свете друзья мои смотрите я не с вы сомневайтесь нет что он из земли растет этого не может быть никогда посылите сюда а теперь давайте посмотрим о нет 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 это был самый сладкий мой манжурис память подвела среди выпилил пошел от корней и сейчас я вижу вот такой вот густой облеплен почками сейчас умру но дождусь плодоношения как это важно знать что получится ведь все по перепуталась доме облом облог облог как-то было все смешалось доме облога обломывали облогских вот видите классику я уже забыл посмотрите маточное дерево это сварок на молодой дерево дает очень даже приличный по вкусу плоды это потом когда дает дикий урожай сахара не хватает на все плоды сюда пришли 1 2 3 4 5 воины и королевские вот здесь еще рука моя чувствуется вот посмотрите какие листья разница теперь вот они и еще раз это моя любимая тема ребята подняли лист полюбовались если надо для гербали как я собирал гербали для елена савинич для будущей какая кандидатской диссертации прошел деревья прощение штук 100 листьев я помог ей собрать ну ладно надеюсь меня деревья простили вот посмотрел я положил на место не наши не сметь никаких граблей говорю десятый раз когда-то это будет в школьных учебниках когда-то будет университет когда-то будут с огромным уважением сейчас они этого не знают не умеют преподаватели во первых надо научиться выращивать во вторых надо получить результат и потом сказать нету тут никаких зловредных насекомых не убирайте листья не сжигать я предъявить фильм снимал видели на у меня с той стороны еще участок прикуплены и там сосед сжигал опять эти листья почему да он ни разу в жизни не читал моих совет для него даже не авторитет вот и вот что происходит видите вот это все остается навсегда придет время и тогда случится чудо эти деревья как тут только выкрашивалась листья остается все на месте дают прекрасный урожай год за годом год за годом год за годом вот это я хотел сказать главная тема разговора моего это то что деревья которые раньше предлительно называли дикарями вот может быть я сам называл плебеями сейчас эти плебеи дают 30-40 грамм и и приносят огромную пользу в виде косточек которые вы у меня друзья очень плохо покупаете очень плохо ай возвращаться не хочется ладно есть только до ближнего возвратюсь до ближнего неужели 25 рублей а в каких-то условиях 20 за косточку ведь это же даст вам гигантская показаться смотрите знаете почему они маленькие почему они мелкие да потому что тут на квадратном метре как бы не сто штук поливается крайне редко сергей один из самых лучших садоводов россии самых успешных садоводов россии сергей валерий железов по совместительства мой сын большую часть времени до 12 часов смены проводят на кране вот и какую бы огромную позу бы он переносил если взять то время которое проводит на кране еще раз вернуть он бы проводил вот здесь сейчас он ремонтирует топливный насос полдня уже водится с ним это какие потери времени потому что ему надо сделать вазик прицепить тележку вот и поехать тайгу за готовыми сибирками обычно двухлетками вот и привести сюда уже место приготовлено и посадить вот эти персики пойдут прикоп уже до весны шансов что возьмут были такие шансы вот но поставьте пожалуйста умоляем ой скажи андрея серега по моему это доверяет людям приеду куплю шелковицы так и лежат себе не растут правильно а вот этот на ней написано красная почти ну неважно главное я не об этом я о том что все это уже давно должно было уехать но не уехала так и посмотрели полюбались на пятнышки которые свежие стороны сделаны и все дождь начинается андрей заканчивая сейчас это идет ураган всем тебя и поздравляю так осталось две минуты на этом еще можно снимать ну нет все аппаратуру надо поберечь спокойно ой до свидания друзья а тем кто не любит садоводство тем кто спит спокойно и покупает магазинах отравленных фрукты 40 обработка вот когда там было бы написано это последняя тема если вы приходите в магазина я бы издал такой закон я бы много законов привел но по-настоящему полезных то есть написано абрикос естественно написано например киргизия а еще лучше конкретное место откуда вот конкретный город село а дальше написано скобках 38 обработок ядохимикатами и только в таких случаях их сюда пускать куда вот тогда было бы действительно настоящее это забота о людях не запрещать но заставлять говорить правду ну а саженцы вот они сибирьки вот они видели вот а представим себе было бы написано красный хутор фруктовский район красавского края вот ни одной обработки и так продается садуся рядом таджикистан киргизия узбекистан вот и обязательно скобках 2000 км на юг 1800 км на юг 2500 км на юг вот то есть запрещать не надо ну пусть попробуют продать после этого вот сейчас пойду в беседку и закончат разговор по-моему я еще не выгорелся пока друзья